дорогие друзья с вами яна федорова и сегодня я вам хочу показать интересный способ укоренения моих глоксиней в таких вот стаканчиках из фольги я отрезала заранее такой кусочек фольги пищевой заготовочка у меня есть тут рулончик я себе примерно отметила какое мне нужно расстояние вот так где то и вот так вот помещу буду закручивать так вот вот так по меточке и по мере закручивания немножечко подгибать донышко ничего сложного в изготовлении такого стаканчика нету просто стаканчик из пищевой фольги вот так краешек я закреплю скотчем иначе он конечно же развалится а сама донышко надо поправить и немножечко подпрессовать так чтобы она была более-менее устойчивая ровненькая все вот так вот хорошо даже что тут дырочка появилась можно будет делать поддонный полив снимаю эту штучку и получился вот такой вот стаканчик достаточно прочный нормально все выдерживает насыплю сюда земельки и вот сейчас я буду укоренять очень очень ответственные части моих глоксиней почему я показываю этот способ ну казалось бы это баловство этот стаканчик из фольги но тем не менее вот так вот получается я не химик не физик но не знаю как это объяснить адекватно но именно в таких вот стаканчиках укоренение получается стопроцентно если у меня такие сорта которые нужно в любом случае сохранить то я делаю это таких вот стаканчиках из фольги потому что точно уже знаю что в них укоренится стопроцентно и сорт я не потеряю таких случаев у меня было уже миллион раз что торгуешь торгуешь и до того до торгуешься что остается всего лишь один цветочек какого-то определенного сорта и думаешь боже мой что же я наделала надо его развести сохранить вот так вот немножечко надо пролить их немножко буквально потом можно будет в этой тепличке потом поливать так это у нас готово теперь у меня такие сорта вот они листья то я уже все взяла на посадку и осталась вот такая махонькая макушечка но я даже ее использую даже ее укореню вот так вот я ее срежу можно вот эти штучки удалить вот и так вот я ее буду использовать тоже еще один такой же сорт этот цветочек сорт stefani листья я забрала клубень я тоже заберу и осталась крошечная прикрошечная макушка макушка укоренение макушками тем и хорошо что это очень быстро не не нужно прорастать как листочку какое-то время месяц два три там а это уже практически готовы цветочек и даже такая махонькая подходит для укоренения а это вот у меня цветочек не знаю что он я его залил от вижу что почва там заболочена он стоял у меня на дальнем на дальней полочке и я чтобы подстраховаться я возьму с него эту вот макушечку потому что я вижу что с клубнем у него не все в порядке он он какой какой-то нездоровый значит с клубнем не все в порядке вижу что почва заболоченная так что чтобы спасти сорт, я вот эту вот макушечку обязательно укореню сейчас. Потом я буду выкапывать клубень и посмотрю, что же там. Так, это вечерняя танго. Тоже очень любят клиенты. И нужно всегда его много. Я использую даже такой маленький шанс. Даже вот эту вот макушечку. Месяца через три уже это будет хорошее взрослое растение. Так, а это у нас морская принцесса. Тоже что-то закапризничала. И нужно ее спасти. Вот эту часть возьму. А это пусть еще порастет. Тут даже бутон есть. Так. Эти листочки я удалю. И бутон я тоже удалю. И останется вот такая вот штучка. Так, а это у нас атлант. Тоже листья я все взяла на посадку. Осталось такой бутонечек. Но я и его использую. Эти листья старые, они никуда не годятся. А вот эта вот молоденькая макушечка годится. Ну вот, все приготовила. Так, это я подальше. А эти я буду сейчас выкапывать. Посмотрю там какие клубишочки. Так, чтобы вам было видно. Просто, как и обычно, обычным способом втыкаю в земельку как получается эти макушечки. И они там будут укореняться. Вот именно мне очень нравится вот этот способ в стаканчиках из фольги. Хоть он и хлопотный, конечно, надо стаканчики эти накрутить, надо делать. Но зато укоренение стопроцентно. Это я всегда использую этот метод для очень важных сортов, которые для меня крайне важны, чтобы их не потерять. Вот так. Осталось написать всем бирки, подписать числом и поставить укореняться на яркий свет тепличку, как всегда, обязательно. Вот, все готово. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.